На этаж приехала цирковая труппа. Межэтажный гермошинец был раскурочен напрочь и покрыт какой-то едкой, разлагающей слизью. Открывших под труппой огонь, часовых нашли перекрученными, как полотенца. Появившись, циркачи мгновенно оказались в центре внимания. Кого только не было в их зверинце, от дрессированных шагатят до зеленых котов. И бочкообразные старцы потешно размахивали непонятными крыльями. Дрессировщики выходили на импровизированный манеж и обворожительно спрашивали добровольцев. Не было отбоя от добровольцев. Им откусывали головы под жонглерские мячи и вырывали сердца под сувениры. Целачи и мутанты из хтомических глубин на потеху публике легко гнули пучки по 10 грабель. Это были небезынтересные цирковые трюки, снискавшие хохот и овации публики. Также было 6 клоунов. Они неотразимо шутили. Вы живете 50 лет, из них 10 крадет школа, 20 съедает сон, 10 у вас заботы, 5 идут на самосборы, 4 на ужас перед завтрашней сменой. Итого один год не считая моргания. Посмотревшие в их глаза, кричали и падали в обморок. Очнувшись, они совершенно сходили с ума и что-то твердили про лиловые бездны и демонов по ту сторону стен. К сожалению, они не уточняли, что это значит и как это по ту сторону стен, так как начинали биться в припадках от таких вопросов. Однако гвоздем всей гастрольной программы был фокусник, самый настоящий маэстро. Своим изысканным манером он доводил всех дам и девиц до предсмертного визга. Маэстро был душой компании, мастером юмора. Все, кто находился рядом с ним, будто начинали видеть иные миры и как бы не хотели возвращаться назад. Его шуточное доставание из уха собеседника курительной трубки поражало до смеха всех. Особенно того самого собеседника, у которого из разорванного уха шла слизь в перемешку со внутренностями головы. У маэстро появилось много надежнейших друзей, готовых кинуться в бездну лестничного пролета за него. И таких кинулось немало под потешный смех зрителей. Сама труппа проживала в нескольких блоках, жителей которых выпиздили за негостеприимство. Звери отдельно, дрессировщики отдельно. Маэстро жил и ходил со своей клоунской свитой. А в один из самосборов по неприятной нелепости гермодвери почти всех циркачей были испорчены неустановленными лицами. Звери, дрессировщики, маэстро и даже его друзья пропали бесследно. Ликвидаторам даже не понадобилось усердно чистить их блоки. Стандартная слизь, не более. Вот уж точно, в цирк уехала, клоуны остались. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...